Мы делаем бургеры, да. Ну, приехали. По нормальной цене, то есть, цена будет адекватная, и будут большие бутерброды, то есть то, чего у нас. Короче, мы не будем прятать котлету между булоками. То есть, булка, котлета, все должно как-то в комплексе быть. А у них булку кусаешь, блин, котлета в горле застареет, потому что она неправильно пожарена. Да. Осторожно. Оторвалась. 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 Идем? Идем. 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 И сразу бургер, трейлер и тарелку. Рисовое дело, наклеить, наклеить. Берем булки, вот такие замечательные булки. Мы их будем карамелизировать, для того, чтобы соус не пропитывал булку, она не была мокрая у нас. Это у нас, кстати, очень крутая чугунная поверхность. Фирма Lloyd, привезена специально из Америки. Стоит, блин, 100 баксов, короче говоря. 100 баксов, конечно, везли как пропандой. Крутая штука, блин, прослужит вечно. Уже в конторе где-то 100 лет они делают изначально эти поверхности. Ее можно использовать как поверхность для плиты. Также можно брать ее с собой на барбекю, кидать на раскаленные угли, жарить стейки, мясо, все что. Настоящий американский дабл бургер. Просто много мяса, как я и обещал. Мало булки. Реально для тех, кто любит поесть. Ну, держи, пробуй. Короче, как вы поняли, я пустировщик к еде. Если вы что-то открываете вкусное, обязательно приглашайте, чтобы вам понять, где что поставить, где там раковина, что-то, как готовить, я буду есть. Сколько стоит, например, такой бургер? Такой будет стоить в районе 75 гривен. Охренеть. Такого вы нигде просто не попробуете у нас в городе. Где ты занимаешься бургерами уже? Бургерами уже около 10 лет. Перепробовал бургеры в многих заведениях и во многих странах Европы. Какие самые крутые, которые делаешь не ты? Самые крутые, которые делаю не я. Нет таких бургеров, да? Нет, ну, знаешь, наверное, стоит поделить, что есть. Типа я на камеру уже, наверное, тупо мы снимаем, да? Я бы поделил бургеры на авторские. То есть этот, когда шеф-повар что-то привносит, это как фьюжн, да, фьюжн бургеры. Что-то, там, какие-то ингредиенты, там, сыр, там, пассерованный лук, там, еще что-то добавляют. Есть бургеры просто массового потребления. Классический американский бургер. То есть американцы едят бургеры не потому, что они хотят себя удивить чем-то, да, как у нас. То есть бургеры, значит, я модный, я себя чем-то удивлю. Они просто хотят нормально поесть, заплатить деньги вменяемые и просто наесться. Булки с мясом, сыра и много-много соуса. Вот у меня такая стоит задача, то есть ввести в массовое потребление доступный, вкусный, большой, настоящий американский бургер. Вот мы сейчас с тобой попробуем. Круто, сейчас мы будем есть бургеры после спортзала как раз. Так, наверное, делать нельзя, но мы будем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова